Многие сочинцы уже хорошо знакомы с продукцией Агробелогорье. Ее можно приобрести в Адлере в магазине на улице Гастелло. Теперь и жители центра Сочи могут покупать деликатесы в фирменном магазине на улице Рос 62-18. Поставка продукции осуществляется два раза в неделю непосредственно с завода, поэтому цена мяса и колбасных изделий значительно ниже рыночной. В вакуумной упаковке мы предоставляем возможность приобрести грудинку, окорок, лопатку, без костного, без шкуры, что облегчает процесс приготовления продукта. На сегодняшний день мы расширяем свой ассортимент. В нашей линейке присутствует уже говядина, продукция из копчения, где используется натуральная щепа. Интересно само производство мяса, использование новейших европейских технологий, «Холдинг Агробелогорье» – это 50 сельскохозяйственных и суперсовременных перерабатывающих предприятий, где контроль качества на высоком уровне. Вся продукция экологически чистая в вакуумной упаковке. Благодаря собственной логистике мясная продукция доставляется быстро, с соблюдением всех санитарных и температурных режимов. В доме у нас охлажденная продукция, у нас есть и замороженная продукция, это фарш, фарш свиной в данном случае, язык свиной, почки свиные, сердечки. Белгородское мясо продается под маркой «Дальние дали». По своим питательным свойствам свинина превосходит другие сорта мяса. Это источник белков. Правильно приготовленное мясо содержит жизненно важный цинк и железо, способствует укреплению костей и мышц, снижает уровень холестерина в организме и благоприятно влияет на сердце и сосуды. Мне нравится то, что продукция не замороженная, охлажденная, всегда свежая, полуфабрикаты. Можно всегда купить, быстро приготовить. Опять же, готовая продукция – ветчина, окорок. Все устраивает, мне очень нравится. Давно таких магазинов не было. Привлекает товар своим разнообразием. Здесь каждый может сделать выгодную покупку, будь то шашлык или полуфабрикаты премиум-класса. Фирменный магазин «Агробелогорье Сочи» находится на улице Рос напротив торгового дома Ярославна. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».